Чтобы вам было веселее, формально вообще никак не связывались с этим сюжетом, а именно поговорим о треугольнике Паскаля. Если задать один довольно естественный вопрос о треугольнике Паскаля, возникнут числа Фибоначчи и возникнут уравнения, с которыми мы имеем дело. Поехали. Пишите число 1, потом пишите 1, 1, 1, 2, 1 1, 3, 3, 1 и так далее. Это называется число сочетаний из 4 по 0. Число сочетаний из 4 по 1, число сочетаний из 4 по 2, из 4 по 3, из 4 по 4. Так вот, представьте себе, что где-то там идут подряд такие числа сочетаний, потом следующее, а потом их сумма. Число сочетаний из х по y минус 1 равняется число сочетаний из х минус 1 по y. Интересно, что называется, много ли решений в натуральных числах такого равнина? А что означает эта запись, когда мы в токах ставим? Да, да, сейчас объясню. Число сочетаний из 14 почки, это количество способов выбрать 4 предмета из 14 имеющихся. Давайте объясню, как это числячее число получится. Очень просто. Выбираем сначала первый предмет. Это можно сделать 14 способами. Выбираем второй предмет. Для этого 13 способов. Третий. Для этого осталось 12 способов. Четвертый. Осталось 11 способов. Но мы могли выбирать в любом порядке, поэтому на самом деле еще надо разделить на 4 факториала, то есть на 24. Сокращается, остается двойка, сокращается числом 14, получается ответ 7 умножить на 11 умножить на 13, то есть число 1001. Что такое число сочетание из 14 по 5? Очень легко. 14, 13, 12, 11, 10 разделить на 5 факториала, то есть на произведение числа 24 и 5. Смотрите, вот это предыдущее число сочетание, которое мы посчитали, и еще умножить на 2. Получается ответ 2002. Из 14 по 6. 14, 13, 12, 11, 10 и 9. В знаменателе 6 факториала, то есть 24 умножить на 5 умножить на 6. Отлично. Ну, смотрите, вот это мы уже посчитали с вами. Это было 2002. Надо умножить на 9 и разделить на 6. Ну, или другими словами, умножить на 3 и разделить на 2. Получается ответ 3003. Вот, ребята, видно, что выполнено действительно такое равенство. Выпишем, что это такое. 15, 14, 13, 12, 11 надо перемножить и разделить на 5 факториалов. То есть на произведение чисел 24 и 5. Ну, давайте займемся. Значит, 12 и 24 сокращаются, остается двойка. Двойка и 14 сокращаются, остается семерка. И 5 и 15 сокращаются, остается тройка. 7, 13 и 11 – это тысяча один. Получается, на самом деле, это совершенно не случайно. Дело в том, что как раз вот эта вот сумма – это и есть число сочетаний из 12 по 5. Можно проверить алгебраически, а можно и понять комбинаторно. Смотрите, что значит число сочетаний из 15 по 5. Вы должны выбрать 5 предметов из 15 имеющихся. Так? Возьмем один из них. Либо мы его возьмем, и тогда осталось из 14 предметов выбирать 4. Либо мы его не возьмем, и тогда осталось из 14 предметов выбирать 5. Значит, вот такая штука. Смотрите, вот число сочетаний представимо в виде суммы двух своих соседей, да? И оказывается, что это тогда и только когда, когда выполнена такая разница. Смотрите, здесь у нас роль числа x играет 15, а роль числа y играет 6. Понятно? Итак, задача. Много ли решений натуральных числов? И это такое сравнение. Число сочетаний из x по y минус 1 это число сочетаний из x минус 1 по y. Задача очень легкая, и она, собственно говоря, лишается выписыванием формы. Значит, для тем, кто плохо понимает, что такое число сочетаний, давайте я... Это абсолютно фундаментальная вещь. Если не знаете, надо срочно-срочно-срочно-срочно-изнавать. Число сочетаний из n по k n умножить на n-1 умножить на n-2 умножить на n-k плюс 1 разделить на k в катериал. Другими словами, это еще так записывается. Я сейчас не буду объяснить эту формулу. Я и пояснил, что там выбираем первый предмет n способами, второй n-1 и так далее. k-1 способ. Это так же правило умножения из комбинатуры. И поскольку можно было в разных порядках выбирать, то надо еще на k катериал в 3. Вот давайте этой формулой пользуемся. Числитель и знаменатель домножим на n-k в катериал. Что у нас тогда будет? В числителе будет n-к катериал. Здесь будет k катериал. Здесь будет n-k катериал. Ребята, в таком виде ее будет легче запомнить. Хотя и в таком тоже она симпатичная. Так, поехали. Пишу. x-к катериал разделить на y-1 катериал x-y плюс 1 катериал. Это я записал число сочетаний из x по y минус 1. Должно равняться x минус 1 катериал, которое разделили на y катериал и на x минус 1 минус y катериал. Вот надо решить такую работу. Для этого, конечно, надо сначала немножко с ним немножко его простить. Здесь x минус 1 катериал, а здесь x катериал. Можно убрать этот самый катериал, просто поделить и останется просто x. Хорошо. Дальше. Здесь y катериал, здесь y минус 1 катериал. Можно не писать y минус 1 катериал, а просто писать y. x минус y плюс 1 x минус y это вот два лишних множителя. А здесь просто ничего не пишут. Господа, это уравнение записывается очень просто. x умножить на y это x минус y умножить на x минус y плюс 1. Надо решить это уравнение в натуральных числах. Ну, а дальше есть два варианта. Один вариант состоит в том, чтобы подойти к нему как к обычному уравнению второй степени. И, между прочим, в книжке, из которой я все это вам читаю, называется Арифметика 2. У меня вообще есть книжка, которая называется Арифметика. Она такая же по размеру, то же самое количество страниц. И вот эта вот называется Арифметика 2. О, Спивак. Нет, Спивак Александр Викторович. В этой самой книжке просто это достаточно длинное вычисление, но они желательно учительные. Поэтому, кому интересно, там две страницы счета, но зато это две страницы счета, что называется, из которого понятно, что ровно так же, вне зависимости от того, какие-то эффициенты получатся. Вот. А сейчас я вам расскажу решение не общего вида, а, что называется, вот для этого конкретного уравнения. просто, если к нему относиться как к общему, то надо просто раскрыть скобки, записать это как квадратные вершины и так далее. А если вот относиться к нему как к конкретному, то срабатывает такая замечательная идея. Давайте обозначим наибольший общий делитель чисел x и y какой-нибудь наибольший общий делитель x и y это будет какая-то ну и дальше, естественно, число x это будет это букву умножить на что, да? И число y это тоже будет это букву умножить например на b. И перепишем наше уравнение, заменив x на dA а y на dB. Получится, d в квадрате ab это d умножить на a минус b это x минус y а там dA минус dB плюс 1. Отлично. Естественно, что можно на d сократить. Получится так. dAB это есть a минус b умножить на dA минус dB плюс 1. А теперь обратим просто внимание. Вообще-то dA и dB делятся на d, а единица ни на какой простой делитель числа d не делится. поэтому все простые делители какие есть в числе d обязаны быть вот в этой скобке. Хорошо. Дальше. Числа а и b взаимно простые. Потому что если бы они не были взаимно простые, то можно было бы d увеличить, d не было бы наибольшим. Наоборот, никакой простой делитель числа а в этой скобке быть не может. все простые делители и а и b могут быть только здесь. То есть, когда вы смотрите это равенство, все простые делители этого должны быть здесь, все простые делители этого должны быть здесь. Проще говоря, d должно равняться а минус b, а а b должно равняться вот этому. d а минус d b плюс 1. Очень хорошо. Я теперь могу просто-напросто подставить сюда вместо d его значение а минус b и уравнение получится такое. а минус b в квадрате плюс если раскрыть скобки, то окончательно получится так. а в квадрате минус 3 а в плюс b в квадрате равняется числу минус 1. Это уравнение очень похожее на уравнение пели. Мы с вами уже таких вещей много видели. Чтобы получить уравнение, которое нам с вами совсем хорошо известно, надо было переходить не к неизвестным а и b, хотя заметьте, оно тоже симпатичное, а к неизвестным b и d. я это все сейчас сделаю, тогда уравнение получается действительно еще лучше. Смотрите, смотрите, а минус b это d, поэтому здесь d квадрат, правда? Это d квадрат плюс 1. А здесь вместо а пишем b плюс d. а это у нас b плюс d. И получается такое роскошное уравнение. b в квадрате плюс bd минус d в квадрате b в квадрате плюс bd минус d в квадрате равняется 1. Равняется 1. Оказывается, решение этого уравнения это число фибонача. Давайте посмотрим. если в качестве b и d врать единицы, то согласитесь, у нас все получается, правда? Так, теперь давайте в качестве b берем 2, в качестве d берем 3. Это будет так, это будет 4 плюс 6 минус 9. А, ну вот и отлично, отлично, 2 и 3. следующая пара, это будет пара чисел 5 и 8. Давайте проверять. Значит, 25 плюс 40 минус 64, отлично. теперь вспоминаем. Пятерка это вообще-то пятое число фибоначчи, отмерка, соответственно, 6. Автоматически это у нас будет третье число фибоначчи, это у нас будет первое. то есть, если мы берем в качестве b число фибоначчи с нечетным номером, а в качестве числа d мы берем число фибоначчи с следующим за ним четным номером, тогда помните, а это у нас было b плюс d, а это будет число фибоначчи с номером 2n плюс 1. Так, ребята, я прошу разрешения не доказывать вот эту штуку. То есть, доказать, что все это стандартное. Предположим, что у нас есть такая пара и напишем соотношение, которое вот из этих двух чисел делает эти два и проверим, и там все получится. Вот, у нас теперь получается, чему же равны x и y. Я напоминаю, x это d на a, то есть, это фи с номером 2n умножить на фи с номером 2n плюс 1. Что такое dv? Это то же самое, фи с номером 2n умножить на фи с номером 2n минус 1. и стандартно, как всегда работают с числами фибоначчи, можно доказать, что других решений нет. Давайте я торжественно запишу эту формулу. Значит, как у нас? число число сочетаний из фи 2n умножить на фи 2n плюс 1 по фи с номером 2n фи с номером 2n минус 1 минус 1 равняется число сочетаний фи 2n фи 2n плюс 1 минус 1 по фи 2n фи 2n минус 1. Я повторяю, я не утверждаю, что это так интересно, да? Потому что, в конце концов, вопрос достаточно странный, когда это одно число сочетаний равняется такому своему соседу. Но, с другой стороны, это очень хорошее упражнение на решение уравнений в целых числах. В книжке есть и другой способ. Именно на примере этого уравнения там объяснено, как решать общечность любви. То есть, не когда все так подобрано, что все хорошо получается, а уравнение общего вида.